Зенит. Успехи в освоении космоса. Юпитер. Древние римляне считали, что Юпитер – верховный бог небес. В 1610 году Галилей в своем мощном телескопе увидел, как спутники Юпитера вращаются вокруг планеты. Доказательство того, что не все вертится вокруг Земли, как утверждала Церковь. Хотя новые телескопы улучшили наше представление о Юпитере, только в 64-м году Гэри Фландро, аспирант на полставки в лаборатории реактивного движения НАСА, нашел способ получить более ясное представление о планете. Нанеся на карту движение внешних планет, он понял, что их редкое сближение позволит космическому кораблю, запущенному в 77-м году, посетить Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. НАСА ухватилось за эту возможность и начало работу над двойным кораблем для миссии «Планетарный Гранд Тур». Чтобы минимизировать неожиданности, были быстро созданы два космических корабля, известных как «Пионер-10» и «Одиннадцать». Их отправили перед миссией «Гранд Туро», чтобы разведать информацию об окружающей среде. «Пионер-10» был запущен к Юпитеру в марте 72-го года. Это был первый космический корабль, который пересек пояс астероидов между Марсом и Юпитером, и поскольку он стал первым на траектории, выходящей за пределы Солнечной системы, его снабдили табличкой с посланием о планете Земля. К декабрю 73-го года «Пионер-10» прислал фотографии Юпитера более четкие, чем все, что видели раньше. Приближаясь к Юпитеру, он столкнулся с уровнем ионного излучения в 10 тысяч раз интенсивнее радиационных поясов, окружающих Землю. Пролетая мимо планеты-гиганта, зонд увеличил свою скорость. Оторвавшийся от Земли «Пионер-10» двигался со скоростью 51 тысячи километров в час. Покинув Юпитер, он более чем удвоил свою скорость. Этот эффект гравитационного маневра и сделал возможным Гранд-Тур. Корабли Гранд-Тура, названные «Вояджер-1 и 2», уже должны были перебросить на мыс Канаверал для запуска, когда появились новости об экстремальной радиации Юпитера. Электронное излучение Юпитера вызывало ложные команды в «Пионере-10». С более сложно устроенными «Вояджерами» это создавало бы проблемы. Местные супермаркеты лишились запасов кухонной алюминиевой фольги, которую применили для защиты критически важных кабелей. Без этого изменения, внесенного в последнюю минуту, в подсистемах «Вояджеров» возникло бы напряжение до 40 тысяч вольт при прохождении мимо Юпитера. «Вояджер-2» был запущен в августе 1977 года. Его траектория подразумевала, что он может посетить Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. «Вояджер-1» улетел через 16 дней. Его другая, более быстрая траектория вела только мимо Юпитера, Сатурна и Больших Лун. В то время «Вояджеры» были самыми продвинутыми из запускаемых зондов. Им предстояло работать на огромном расстоянии от Солнца, поэтому использовать солнечные батареи было нельзя. Их оснастили радиоизотопными термоэлектрическими генераторами, где для выработки энергии используется тепло от распада Плутония-238. Когда «Вояджер-1» приблизился к Юпитеру в январе 1979 года, он начал посылать серии изображений сложной и динамичной планеты. Обнаружилось, что большое красное пятно планеты — это огромный вихревой шторм. В 1665 году Джованни Кассини описал пятно на Юпитере, которое регулярно наблюдали до XVIII века. Только в начале XIX века пятно Юпитера было описано как красное, и неясно, относятся ли исторические наблюдения пятна к той же самой особенности, которая регулярно проявляется в атмосфере планеты. «Вояджер-1» приблизился к нему в начале марта 1979 года. Когда зонд подошел к Юпитеру, активность в лаборатории реактивного движения НАСА резко возросла. В этом и состояла суть полета «Вояджеров» — долгие и спокойные фазы полета между планетами, за которыми следовали короткие периоды, когда поток информации от корабля перегружал исследователей. Одним из самых больших вкладов «Вояджеров» стало изменение нашего понимания галилеевых лун. Четыре крупнейших спутника Юпитера, которые казались просто точками света, были совершенно не похожи друг на друга. Первым сюрпризом стала внутренняя луна Ио. По внешнему виду это сернистая желтая планета, и при тщательном изучении у нее был обнаружен странный шлейф. Гравитационное воздействие гигантского соседа делает Ио не холодным мертвым миром, а нагревает недра Луны. Шлейф оказался вулканическим извержением на сотни километров над поверхностью. В июле 79-го года, через три месяца после того, как «Вояджер-1» прошел мимо Юпитера, «Вояджер-2» максимально приблизился к планете. Он смог исследовать разные луны тщательнее, чем его близнец. Следующий сюрприз преподнесла Европа. Она обладает высокой отражающей способностью и самой гладкой поверхностью в Солнечной системе. Дальнейшее наблюдение выявило барические гребни, напоминающие плавучие льдины на Земле. Европа – это замерзший мир с огромным океаном под толстой коркой льда. Как и Ио, эта Луна нагревается приливным воздействием изнутри. По мере того, как «Вояджер-2» продолжал движение к Сатурну, исследователи получали огромное количество данных о Юпитере, которые им предстояло обработать. Миссии «Вояджеров» дали нам общее представление о системе Юпитера, но они подняли больше вопросов, чем дали ответов. Пройдет более 10 лет, прежде чем Юпитер примет еще одного гостя с Земли. Зажигание и запуск космического корабля «Дискавери» и космического корабля «Улисс» к полярным регионам Солнца. В октябре 1990 года космический корабль «Дискавери» вывел европейский космический корабль «Улисс» на низкую околоземную орбиту. Оттуда его отправили на миссию по наблюдению за Солнцем, но сначала он должен был пройти мимо Юпитера. Все планеты вращаются вокруг Солнца в одном направлении примерно в одной плоскости. Это называется «Эклиптикой», и она сформировалась из вращающегося диска пыли и газа, который образовал нашу Солнечную систему. Создатели космического корабля «Улисс» хотели увидеть Солнце с орбиты над его полюсами. Экстремальная гравитация Юпитера использовалась для отклонения траектории зонда от эклиптики и движения по орбите с севера на юг вокруг Солнца. «Улисс» был не единственным зондом, который воспользовался гравитацией Юпитера. И зонд Кассини на Сатурн в 1997 году, и зонд «Новые горизонты» к Плутону в 2006 году смогли сократить время полета на годы благодаря облету Юпитера. Эти зонды смогли сделать важные наблюдения, пролетая над планетой-гигантом. В цехах лаборатории реактивного движения создавался новый зонд. «Галилео» станет первым космическим кораблем, который выйдет на орбиту вокруг Юпитера. Его почти пятиметровая антенна была сложена как зонд для того, чтобы раскрыться при благополучной отправке на Юпитер. Первоначально запланированный к запуску в 1986 году, он несколько лет находился на хранении после взрыва шаттла «Челленджер». «Галилео» стартовал на борту корабля «Атлантис» в октябре 1989 года. «Четыре, три, два, один. Зажигание и запуск космических кораблей «Атлантис» и «Галилео» на Юпитер». Новые правила запуска шаттлов означали модификацию ракеты-носителя для выталкивания «Галилео» с орбиты Земли. Менее мощная верхняя ступень на твердом топливе отправила «Галилео» к Венере за помощью ее гравитации. По новой траектории полета «Галилео» направлялся в более горячую часть Солнечной системы. Термочувствительную антенну оставили сложной до тех пор, пока космический корабль не пролетит мимо Земли. «Галилео» совершил два сближения с Землей, каждый раз набирая все большую скорость. Его первый проход был в декабре 1990 года, более чем через год после запуска. Еще через год, когда он снова прошел мимо Земли, антенна с высоким усилением была выдвинута лишь частично. После месяцев испытаний различных методов развертывания антенны, инженеры пришли к выводу, что из-за длительного хранения смазка на ребрах антенны израсходовалась. Исследователям пришлось полагаться на меньшую антенну с низкой скоростью передачи данных. Во время полета к Юпитеру Галилео встретил несколько астероидов. Это Ида, первый известный нам астероид с собственной Луной дактиль. В июле 1995 года, когда до ближайшего сближения с Юпитером оставалось еще полгода, Галилео запустил небольшой зонд, предназначенный для входа в атмосферу и определения ее химического состава. Зонд продержался в атмосфере Юпитера час. Данные были переданы на Галилео и записаны для последующей отправки на Землю. Его анализ почти не выявил водяного пара, что стало неожиданностью, а другие элементы, в частности гелий, были обнаружены на более низких уровнях. Зонд прошел области сильной жары и холода. Это позволяет предположить, что тепло выделяется из недр планеты. Чуть более чем через час после того, как связь с зондом прекратилась, Галилео начал выход на орбиту. Его двигатель должен был работать 49 минут для вывода на высокоэллиптическую экваториальную орбиту, но она была изменена еще одним импульсом в своей высшей точке. Разработчики знали о высоком уровне излучения, и второй импульс вытолкнул Галилео над уровнем экстремальной радиации при сближении. Первоначальная орбита Галилео в итоге позволила приблизиться к Ганимеду, крупнейшему спутнику Юпитера. Во время прохода по этой орбите инженеры пытались выяснить, насколько поврежден жизненно важный магнитофон. Без антенны с высоким усилением регистратор был необходим для медленного воспроизведения данных, записанных во время коротких сближений. Он застрял в перемотке на 15 часов, и пленка испортилась. Светодиоды, ключевые элементы системы управления регистратора, подверглись радиационным дефектам. Вторая орбита также прошла мимо Ганимеда. Галилео обнаружил, что это единственный спутник в Солнечной системе со значительным магнитным полем. На нем также есть океан, зажатый между двумя слоями льда. Орбиты Галилео слегка изменили, чтобы он мог приближаться к различным лунам Юпитера, но экваториальные орбиты, необходимые для этого приближения, также проходили через горячие точки в радиационных поясах Юпитера. Благодаря наблюдениям, сделанным Вояджерами, особый интерес у команды Галилео вызвала Луна Европа. Данные нескольких приборов подтвердили, что под ледовой поверхностью Европы Соленый океан. Более позднее изучение данных Галилео вывело информацию о плазменных волнах и магнитном поле, показывающую, что шлейфы водяного пара вырываются из трещин на поверхности. На Европе воды больше, чем на Земле, что делает ее потенциальным домом для жизни. Уже было известно, что на Ио наблюдается вулканическая активность, и Галилео зафиксировал приливы на твердой поверхности Луны высотой более 100 метров. Температура, вызванная гравитационным искажением, Ио делает ее многочисленные вулканы горячее, чем на Земле. За 8 лет на Юпитере Галилео совершил 35 витков, проясняя нашу неполную картину системы Юпитера. Миссия не была легкой. Галилео стал надежным космическим кораблем, но радиационная среда нагружала все подсистемы, и инженерам постоянно приходилось искать обходные пути при частых поломках зонда. Приборы показали повышенный шум вблизи Юпитера, а утечки тока, вызванные радиацией, привели к нескольким перезагрузкам бортового компьютера с критической потерей данных. Обновление программного обеспечения позволили компьютеру распознать эти сбросы и восстановиться. Полученная информация привела к изменениям в конструкции следующего зонда на Юпитер. 5, 4, 3, 2, 1. Зажигание и старт Атласа 5 с Юноной на пути к Юпитеру. В августе 2011 года Юнона начала путешествие к Юпитеру, продлившееся почти 5 лет. Параметры ее миссии сильно отличались от параметров Галилео. Она игнорировала Луны и сосредоточилась исключительно на Юпитере. В конструкции космического аппарата важнейшая электроника была защищена плотным титановым слоем, а вместо источника энергии из плутония Юнона полагалась на солнечные панели. Интенсивность Солнца на Юпитере составляет 5% от земной, поэтому панели огромные. Нехватка запасов плутония-238 привела к замене источников питания. Юнона по закольцованной орбите вышла за пределы Марса, потом вернулась к Земле для гравитационного ускорения, увеличившая ее скорость на 14 тысяч километров в час и отправилась к Юпитеру. Юнона приблизилась к Юпитеру по траектории над северным полюсом планеты. Дальше ее путь следовал по орбите север-юг. Таким образом, она прошла под самыми сложными участками с радиацией, которые простираются от экватора Юпитера. За 4 дня до максимального сближения центр управления полетами активировал автопилот корабля. 4 июля 2016 года Юнона запустила двигатель, что позволило ей выйти на 53-дневную орбиту. 48 минут спустя лаборатория реактивного движения получила сигналы, подтверждающие, что Юнона начала маневр замедления. Системные инженеры напряженно ждали 35 минут, прежде чем пришло подтверждение, что Юнона работает именно так, как предполагалось. Для ученых и инженеров Юнона стало облегчением то, что все идет по плану. Юнона оснащена набором инструментов, способных видеть сквозь плотное облако Юпитера. Полярная орбита позволяет Юноне составить трехмерную карту верхних слоев атмосферы, выстраивая картину всей планеты по мере ее вращения. Изображения Юпитера с этой новой точки зрения оказались снимками другой планеты. Исследователи были поражены. Планировалось, что Юнона совершит только два витка по 53 дня, а затем перейдет на серию 14-дневных витков, что увеличит частоту отбора проб. Главный двигатель космического корабля работает на гидрозине и четырехокиси азота, которые самовозгораются при смешивании. Топливо и окислитель вытесняются расширяющимся гелием. Когда Юнона заканчивала свой второй виток, гелиевые клапаны не сработали должным образом, поэтому было решено сохранить исходную орбиту. Миссию продлили, чтобы позволить Юноне двигаться по более длинным орбитам. В течение суток после проблемы с гелиевым клапаном Юнона перешла в безопасный режим. Все инструменты вышли из строя и данные были потеряны. Это выглядело как трудности, с которыми столкнулся Галилео, но инженеры отследили проблему с передачей данных от одного прибора и зонд остался работоспособным. Ось Юпитера наклонена всего на 3 градуса, что делало практически невозможным даже обзор полюсов по косой проекции до прибытия Юноны. При просмотре в инфракрасном диапазоне исследователи увидели сложную систему бурь на обоих полюсах. На северном полюсе центральный вихрь окружен 8 антициклонами. На южном полюсе центральную бурю окружают 5 антициклонов. Ученые не понимали, почему бури, вращающиеся в одном направлении, не поглощают друг друга. На седьмом проходе Юпитера Юнона пролетела прямо над большим красным пятном. ее микроволновый радиометр составил карту распределения тепла на различных уровнях до 350 километров. Красное пятно это гигантский шторм, и Юнона зафиксировала гораздо более высокие температуры на самых глубоких уровнях. Без таких географических особенностей, как на Земле, на Юпитере нет ничего способного рассеять бури. Большое красное пятно остается на 22 градуса ниже экватора, но с начала надежных наблюдений оно дрейфовало вокруг планеты не менее десяти раз. Магнитосфера Юпитера огромна. Она улавливает заряженные частицы в виде полос простирающихся на огромные расстояния. Это создает большие проблемы для чувствительной электроники на таких кораблях, как Юнона. Предполагалось, что магнитосфера Юпитера возникла, как и земная, за счет действия динамомашины, конвекционного движения электроприводящей жидкости внутри планеты. Пока данные Юноны показывают, что это не так. Неоднородная природа магнитного поля Юпитера указывает на его атмосферный источник. Механизмы гигантских полярных сияний на полюсах тоже не такие, как на Земле. Сосредоточившись на структуре газового гиганта, исследователи надеются получить подсказки о формировании Солнечной системы. В то время, как Земля постоянно менялась под действием тектонических сил, считается, что Юпитер остается схожим по составу газа и пыли, из которого образовалась Солнечная система. В конце своей миссии Юнона должна будет столкнуться с Юпитером, чтобы избежать любого возможного загрязнения его хрупких спутников. Следующая миссия в систему Юпитера будет сосредоточена на Европе как наиболее вероятном месте, где может обитать какая-либо форма жизни. Запуск зонда Европы Клипер запланирован на 2022 год. Как и Юнона, он будет работать на Солнечной энергии, и его эллиптическая орбита позволит ему пролетать над Луной Европой каждые две недели. Первые концепции миссии предусматривали посадочный модуль, но вскоре эту идею отвергли как преждевременную, поскольку нужно больше узнать о поверхности ледяной Луны. Хотя считается, что ледяная корка Европы имеет толщину не менее 19 километров, необходимо провести точные измерения. Если найдутся тонкие области, будущие миссии получат доступ к океану под ним. Идеи исследований подо льдом находятся в разработке, и можно ожидать, что следующие миссии займутся другими лунами. Как самая большая планета Юпитер оказывает глубокое влияние на всю Солнечную систему. Его масса более чем в два раза превышает массу остальных планет вместе взятых, а их орбиты зависят от гравитации Юпитера. О Юпитере еще многое предстоит узнать.